Всем привет! Меня зовут Игорь, и я сотрудник Объединенного Института Ядерных Исследований. Это огромная международная межправительственная организация, которая сегодня участвует во всероссийском фестивале «Наука 0+.» Давайте пойдем поближе и посмотрим, что же здесь представлено. Я приехал с прибором по изучению силы Лоренца, то есть воздействия электрических магнитных пылей на заряженные частицы. Привет! Я из лаборатории нейтронной физики. Мы занимаемся нейтронным тенсионным анализом. С помощью него мы определяем элементный состав в образцах. Основные направления нашей деятельности — это токсикология, биомониторинг, поиск новых эффективных сорбентов для очистки источных вод от тяжелых металлов. На сегодняшний день в большой науке нельзя обойтись без электроники. И мы показываем то, как этим можно управлять. Здесь мы рассказываем посетителям фестиваля о радиационной физиологии и о радиационной нейробиологии. Мы рассказываем о том, как заряженные частицы влияют на мозг. Поэтому здесь мозг. Мы проводим наши эксперименты на лабораторных животных. И здесь представлено, как ты уже сказал, два фантома лабораторной крысы. И дети, их родители могут познакомиться с устройством организма этой лабораторной крысы и посмотреть, что он действительно очень похож на человеческий организм. Здесь у нас сервер, который используется в нашем суперкомпьютере Говорун. Дело в том, что вот именно так сейчас выглядят современные сервера. Вы можете увидеть, что здесь есть такие две странные трубки. Это на самом деле трубки, через которые сюда поступает вода. Благодаря этому мы можем построить суперкомпьютер, который позволит нам очень быстро получать результаты для наших научных исследований. От лекции у меня очень положительные впечатления, потому что я считаю, что научно-популярная деятельность, она крайне важна. Ну, я люблю рассказывать о своей работе. А отклик от аудитории был потрясающий. И первый раз в жизни мне задали столько вопросов. Очень приятно, что все слушали, все все поняли. Лектор не поскупился на информацию. Он сказал, откуда он, как они этим занимаются. Он не просто предоставил факты, а дал какие-то предпосылки. Например, не просто, что мы делаем что-то на мушках, а почему именно на этих мушках, и как они пришли в эту науку. Моя сегодняшняя лекция была посвящена расчетам, связанным с межпланетными перелетами, в частности, перелетам на Марс. Я рассказывал, как мы рассчитываем дозы космической радиации, которые были получены космонавтом за время таких перелетов, при воздействии галактического космического излучения. Впечатления, я бы сказал, очень положительные, потому что, ну, я, конечно, тут сижу с самого утра, но мне эта лекция понравилась больше. Есть возможность рассказать про свои исследования, про то, чем ты занимаешься на широкой аудитории. И это вот такой уникальный опыт получается. Что-то меня заинтересовало. Я узнал какое-то непонятное слово «Ника», стал задавать вопросы, оказалось, что я на стенде Института ядерных исследований в Дубне. Возникла большая гордость за то, что у нас в стране такой международный научный есть институт серьезный, который способен решить фундаментальные задачи теоретической физики и практически, может быть, разработать какие-то элементы, да, которые позволят совершить технологический прорыв. Круто! Что вы пытаетесь узнать? А вот ответ на вопрос мы ищем на 10-й. В 2021 году в озеро Байкал был погружен телескоп Байкал-Джи-Ви-Ди на глубину порядка 1 километра. Какие космические частицы он регистрирует в этой толще воды? И уже нашли ответ? Да. Какие? Вот исследование поток нейтрин на сверхвысоких энергии от астропизических источников. Здорово! Все правильно! Вы молодцы! Приходите сюда, пообщайтесь с учеными. Помимо этого, вы можете поучаствовать в экскурсиях у нас в институте, в онлайн-экскурсиях и лектории. Все подробности на нашем сайте. Продолжение следует...